Добрый день, дорогие друзья! Мы в прямом эфире из студии информационного агентства Прима-Медиа. Это Прима-Медиа-Лайф. С 26 декабря по 8 января 2016 года на сцене Приморской краевой филармонии пройдет новогодняя масштабная сказка-мюзикл «Корпорация волшебников». Это для Приморского края беспрецедентное событие, ведь такого мюзикла, такого масштабного детского мероприятия, которое идет такое длительное время на большой сцене, у нас еще не было. Сегодня у нас в гостях режиссер и продюсер, человек, который все придумал, затеял, Юлия Барханова. Юлия, здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Добрый день. Расскажите про это событие, про «Корпорацию волшебников». Почему именно мюзикл не самый простой такой вариант развития событий, тем более для Приморского края, где по сути у нас мюзиклов не ставились, но какие-то локальные, может быть, там Академии искусств между собой, и еще и детские. – Ну вот так. – Труднее вдвойне, ну как на мой взгляд, да? Почему? – Ну вот так. Ну, во-первых, большое спасибо, что вы, как всегда, поддерживаете все самое яркое и самое лучшее в Приморье, потому что это очень важно. Почему взялись? Знаете, оттолкнулись, честно говоря, от себя, как от потенциального потребителя продукции зрелищной. Да, чего хочется-то в Новый год, особенно сейчас, не будем употреблять страшного хлоу-кризиса, чего хочется яркого, праздничного, светлого, ослепительного, душевного, вот чтобы прийти и подпитаться какой-то энергией, которая тебя будет потом возносить в империи, хорошего настроения. И многие звезды сложились так, что нашлись какие-то гениальные дети, неприлично гениальные дети, что у нас в крае теперь появились, появились-то они давно, но являются общественно признанными звездами нашей артисты. И благодаря тому, что они утвердились на всероссийской какой-то арене, теперь все знают, что у нас есть такие гениальные дети, как Ника Терентьева, которая в голосе стала финалисткой, как Саша Пстыга, которого все мы обожали, но теперь он всероссийская звезда, как Алана О, которая, ну мы все прекрасно понимаем, что это стильная, шикарнейшая певица и композитор, но то, что она есть в чартах всероссийских, как-то и нас, в общем-то, убеждает, что да, серьезная история. И все это вместе сошлось в одной точке вокруг меня, наверное, не случайно, и мы вот подумали вместе с организаторами, что давайте сделаем, ну накоплено так много хорошего материала, давайте выльем на зрителя вот такую красоту, попробуем рискнем, попробовали рискнули, сами несколько ослепли от того, как это все хорошо и почему-то не придумано раньше, и теперь у нас вот на финишной прямой потрясающий, яркий, не только детский. Нам с вами будет очень интересно посидеть на этом спектакле детям нашим, у кого есть внуки, того и внукам, поразмышлять о проблемах, которые сегодня волнуют ох каждого. Не буду говорить о проблемах, вопросы. Ну любая пьеса — это добро и зло, да, герои и общество, там неважно, герой и драматические силы, герой и плохой герой. Понятно, что мюзикл — это в форме песен, танцев, вот этой костюмы, феерия, ослепительные спецэффекты, экран, мультимедийность, но там очень интересно послушать текст, вдуматься. Я думаю, что полемика некоторая даже возникнет после этого. Исключительно детского милого праздника. Ну а тяжело же быть первыми, первопроходцами, потому что, ну если брать, да, вот наш Приморский край, посмотреть, что было до того, да, нельзя. Там взять, ну взять за основу что-то тоже местное тоже, по сути, негде, нечего. Да и не надо. Я являюсь уже, когда стала уже взрослая совсем девочка, я поняла, что, как сказала знаменитая Наталья Бехтерева, да, физиолог мозга, очень много ее читаю, интересно разбираться, что там происходит. А физиолог, понимаете, человек, который материалист до мозга костей, который руками, извините, это все режет, да, если что. Так вот она сказала такую фразу, о которой я много очень думаю. Мозг, предполагаю я, это не орган мысли, а средство мысли. То есть если какая-то мысль к нам сюда забредает, а мы ли ее придумали, эту мысль, как тут удав, у меня есть мысль, я ее думаю, она уже там есть. То есть если что-то закрадывается вам в голову, наверное, вам кто-то это дал, и надо идти это делать, отрабатывать это доверие высших сил. И если человеку приходит в голову, а тем более группе людей, мысль, а давайте сделаем мюзикл, это о чем-то говорит. Это о чем-то говорит, во-первых, это говорит о том, что назрела эта потребность, правильно, вы говорите, что нет у этого сейчас жанра. Он сложен, но он праздничен, он особенно праздничен, он весь на настроении, весь на эмоциях, весь на красках, весь на подъеме. Сейчас самое время, когда вдруг появляются единомышленники, ты только подумал, а где бы взять гениального педагога по вокалу, у тебя появляется Анна Терентьева, воспитавшая целую плеяду победителей международных конкурсов. Когда ты думаешь, а как бы у меня Лана О написала песню, она приносит песню и говорит, вот шикарная песня для мюзикла, а вот вам мой сын, он у вас тоже поиграет в мюзикле, там тоже стая талантливых людей. Потом ты думаешь, боже, а как же мы успеем, вот в какой же зал пойти, а что же, филармония звонит и говорит, не хотите ли с нами посотрудничать. Понимаете, и когда все это складывается во единую картину, ты уже, когда не 20-летний дурачок, ты понимаешь, это неспроста, надо. Ну, как-то так. Сколько детей задействовано в мюзикле? Что это за ребята? Откуда они взялись? Как так получилось, что их набрали? Насколько я понимаю, состав у мюзикла будет не один, а целых три. Три состава. Три состава, почти по 30 человек в каждом. Вот откуда взять столько детей, вместе их саккумулировать в одну команду? Как применить все, что есть, чтобы никто не пропал в тоне? Потому что это сообщество совершенно неприлично гениальных детей, вот просто неприличных. Когда стоит 4-летняя, ляля, она ну по колено, даже мне, при моем немодельном росте, она слова не выговаривает, а ноты она поет безупречно, маленький витас, понимаете? И ты понимаешь, что это божий дар. И у нас таких, ну, на кастинг пришло свыше 140, мы целый день отбирали, слушали, переслушивали, отобрали 80 лучших, все приступили к репетициям. А вот тут возникла, вот, собственно, история, когда это сложно, это тяжелая работа. Каждый день, минимум три часа, хореография, вокал, актерское мастерство, сценическая речь. Да на полной выкладке, да без всякой скидки, что это дети. Потому что это, мне сразу хочется акцентировать, это не детский утренник, понимаете? В каком плане? Это не художественная самодетельность малышей, это профессиональный продукт, который мы показываем зрителю за билеты на профессиональной сцене. И подход соответствующий, серьезная работа, шлифовка речи, шлифовка мастерства. У нас очень сильные мастера по актерскому искусству, по речи, сильные мастера по вокалу. И это тяжело выдержать. И этот этап отсеял пока. Вот на данный момент еще часть людей. На сегодня у нас работает 40 с лишним ребятни. И взрослых артистов 10-12 человек. Вот сейчас из-за два состава. Потрясающие актеры драматические, которые работают в театрах. Будет у нас участвовать Александр Мирошниченко, абсолютный чемпион Дальнего Востока по силовому экстриму. У нас будет Илюша Муромец, он будет очень убедительно побеждать зло. А зло у нас все со спецэффектами, как это в жизни бывает, все красиво. У нас будут и шоу «Мыльных пузырей» делать профессиональные артисты. Интегрировано все в сюжет. И будет у нас вот это электрическое потрясающее шоу «Приручение молний», когда на сцене прям при людях молнии из Тесла установки иссякаются. И он там ими управляет. Это тоже, естественно, взрослый, профессиональный, матерый артист. И вот эта такая каша общая, гениальные дети и профессионалы, мэтры, она дает уже сейчас синергический эффект. Мы на репетициях прямо видим, нам уже не терпится посмотреть. Детям тяжело вот такой ритм, такой темп. И возложена на них ответственность, как больших артистов. Вот для них это как? Как с ними приходится работать, убеждать, не знаю, заставлять, там, пряник, кнут? Вот как вообще происходит готовка, потому что до премьеры осталось не так много, да? Ой, как мало, да. На финишную прямую, вот все, и каждая там пауза, это, ну, это важно, каждое промедление там смерти подобно, грубо говоря. Да, как сейчас вот это все, как работаете с ребятами? Работаем. Со скольки лет, там, с самой маленькой? У нас четыре клетки делают два номера в этом мюзикле в нашем. И мы сколько смотрим, столько плачем в зале, сами напридумываем, сами плачем. Как проходит работа, знаете? А для детей ведь работает абсолютно так же, как для взрослых, закон сверхмотивации собственной. Он знаком всем, наверное, кто сейчас нас слушает, и нам. Вот это тебе надо делать, ты это делаешь, но у тебя заканчивается ресурс, там, в 18 часов вечера, там, или, не важно, в 19. А когда ты горишь своей идеей любимой, и тебе в наслаждение это, ты понимаешь, зачем ты веришь своему, может быть, там, руководителю или тому, что ты сам делаешь. Ты понимаешь твою цель, что ты от этого получишь, и тебе еще нравится сам процесс. Вдруг оказывается, что ты можешь работать 24 часа в сутки. Ну, мы знаем такие ситуации, счастливая работа. А с детками все то же самое. Пару-тройку занятий им показалось, что им тяжело, потому что с них спрос серьезный. У них серьезное актерское мастерство, это не каждый взрослый сдюжит. Это настройка своего полностью психофизического аппарата. Они шикарно играют просто сейчас уже. Это настройка речевого аппарата, это очень сложно, потому что в Приморье мы все скороговорящие, и это наша манера. С этим сложно совладать. Это хореография, они все из разных ансамблей, а кто-то не танцующий, просто талантливый. Это надо привести к одному знаменателю, и все по-взрослому. И пару занятий им казалось, что это сложно. Но потом это стало складываться в общую картинку. Они разчувствовали, распробовали, разнюхали всю пьесу. Оказалось, что пьеса, хотя она написана взрослым человеком, она очень близка им. И у нас пошла другая история. Мамы говорят, отдайте, уже 9 часов вечера. Дети говорят, подожди, мы не дорепетировали. И пошла не конкуренция в каком плане, а вот, допустим, сидят три состава героев, которые говорящие. У нас есть поющие, есть говорящие. Их три состава. И вот одни работают в свою роль, а два сидят в составе, губками шевелят. Тот слово забыл, этот ролик ему подсказывает. То есть вот та самая комбинаторика, когда это ансамбль, когда это коллектив, семья, он возник. А дальше проблемы только у мам, вытерпеть этот весь марафон. Да, как мамы, папы, бабушки, дедушки, которые приводят там детишек. Надо сделать подсъемку, потому что наша страна, я не знаю, как другие, не вела там детских занятий. Да и в этой стране, может, первый раз затеяла детскую историю. Она держится на родителях. Это такой земной поклон, потому что каждый день бурлаки эти на Волге. Причем, помните, там был вот страшный шторм, когда вот мы брали с вами, вы у меня брали интервью, мы в сэлфи были, да? Да, срывало знаки дорожные. Мы подумали, наверное, не приедут. Сейчас. Весь город пустой, вдоль филармонии, все машины, родители свои свертки эти великовозрастные, причем. Тащат сквозь буран туда, сидят. Кто вяжет, кто болтает, кто уже шьет костюм, кто что. Ну, то есть это люди, да, сатанение любящие своих детей и да, сатанение правильно их воспитывающие. Потому что все в жизни дается трудом, если у тебя есть миссия, Бог дал талант паши. И я, как мать или там отец, бабушка, буду пахать с тобой. Мы потрясаемся им. Но они там, у нас живут с нами вместе. О взрослых артистах хотел спросить. Вот кто будет занят именно, понятно, что Саша Александр Мирошниченко, то есть еще Александр Пстыга будет участвовать. Кое-какого он гламурного, Акаще. Он с исполнит Саша Пстыга. Кто еще у нас есть? У нас есть те мастера, которых я долго приманивала по актерскому искусству. Они же участвуют и как персонажи. Не буду называть пока имен героев, но оставим интригу. Ну понятно, что есть лагерь зла и лагерь добра. Это разные департаменты нашей корпорации волшебников. Очень современная пьеса. Все сегодня, все про здесь и про всегда. И главная покровительница, надзирательница, руководительница департамента злых героев, он называется по-другому, это современная яга, такая же обалденная гламурная женщина с картинки журнала. Ее исполняет прелестная артистка Анастасия Гришко. Помимо того, что она последователь самой базовой династии актеров в нашем крае, Сергей Захаревич Гришко, который создавал актерскую школу у нас в крае, в городе, в Академии искусств, мне посчастливилось учиться на факультете, когда он еще был жив и здравствовал. Это великий человек. И эта династия продолжилась, и вообще не отдохнула природа на детях. Она педагог высшей категории Анастасия, она эффектная, красивая, блондинка сценичная, с шикарной речью, она шикарнейший педагог, и нам повезло, что, когда я ее сманивала, я думала, она только взрослым преподает в Академии искусства, оказалось, у нее есть опыт преподавания у детей, а это ведь особая история, особый язык работы с детьми. Вот она не только им преподает, не только репетирует с ними, но она исполняет одну из главных ролей. Есть департамент добрых, естественно, героев, его возглавляющий персонаж, его играет Алексей Хаснудинов. Это тоже артист Приморского театра, тоже великолепный педагог по мастерству актера, это человек с такой энергетикой, ну даже я завожусь уже, кажется, знаю про это искусство, должна быть профдеформация неприятия, нет, он мощный, он эмоциональный, его хочется смотреть, и он зажигает детей за одну репетицию, они так у него играют, их слышно через весь коридор, как они там хлещутся в своем битве добра и зла. У нас работает профессиональный взрослый балет, это неизбежно, потому что мюзикл — это искусство танца, песни, прекрасные взрослые балеты, у нас будут шикарные взрослые костюмы, мы даже дискутируем, а не смело ли это для детской сказки, но мы честно пишем везде, что этот мюзикл для семейной аудитории с детьми от четырех и до бесконечности. То есть родителям не стоит приводить деток в зал и уходить пить коктейль в фойе, а посидите, это для вас тоже интересно. Сложно ли было, собственно, писать историю эту, придумывать саму канву повествования? Да давайте назовем это по-честному, это не канва повествования, это полноценная пьеса. Пьеса, вот использую в личных целях вашу трибуну, я впервые выступила как драматург, не просто автор сценария, когда это реплики и связки, когда это полноценное, ну, в общем-то, драматургическое произведение. Писать было совершенно несложно, потому что очень много накоплено, чего хочется сказать этому миру, очень много накоплено мироощущения, миропонимания, которым хочется поделиться с этим миром. Она очень легко встала и родилась, очень легко облеклась в слова, а когда на читке я увидела, что она нравится и детям, и взрослым, мне стало совсем легко, то есть ты говоришь не только о своем наболевшем, уникальном для тебя, вот как-то обо всем, что интересно нам подискутировать. Ну, не все же удалось, все, что хочется сказать, не все же удалось сказать. Да, не все. Есть еще, видимо, то, что хочется сказать, и вот мне еще интересно, вот во что это может вылиться. Понятно, что загадывать там наперед, как бы там, может быть, не совсем. А мы загадываем. Ну, вот, 8 января пройдет, и что потом? Потом мы будем долго спать без задних ног, а потом соберемся и продолжим работу в нашем продюсерском центре VV Group Music Project, и к июню мы выдадим вторую серию. Потому что наш новогодний мюзикл заканчивается словами «До встречи в следующей серии». Это дело бесконечен, у него так много граней. Только лишь мюзиклы будут? Или вот как? А что можно еще сделать вот такие большие? Потому что, ну, у нас максимум, что какие детские мероприятия проходят, да, под Новый год, это вот елка с Дедом Морозом, с Снегурочкой, ну, и в разных вариациях, либо там ростовые куклы и так далее. А вот как-то какой-то истории, в которой бы дети непосредственно участвовали и участвовали с удовольствием, как-то интересно, вот как-то вот не задавалось. Ну, задалось. Видимо, количество перешло в качество. А знаете, вообще наш парнисторский центр, мы вот недавно с Анной Терентьевой открыли, с шикарным педагогом по вокалу. Он был вдохновлен тем, что очень часто запрос шел и мне, и ей, давайте что-то сделаем такого люкс-уровня, ну, не в смысле понтов, извините, а в смысле качества преподавания для детей, для молодежи, для детей, для молодежи. Я отмахивалась, потому что, ну, у меня немножко другая ниша, у меня там больше, знаете, какие-то международные, серьезные глобальные проекты. У меня тоже был такой стереотип, вот я каюсь, и мы его сейчас хотим, чтобы у зрителей, у наших аудиторий немножечко исчез этот стереотип, что дети — это всегда такая самодеятельность, всегда благотворительность, так, ну, вот попляхал, что-то там, потопал ножкой, и эти, и слава богу. Когда я увидела этих детей в проекте «Аланы О» и «Анны Терентьевой» и «Что скажут дети», я обалдела, потому что профессионально поющие, современные, современной подачей, какие-то дети очень продвижные, их детьми-то не получается назвать индига какие-то сплошные, современные взрослые артисты маленького возраста. И когда уже ко мне после этого подошли с предложением, давай разобьем в продюсерский центр, это же золотая жила, посмотри, они же бриллианты, их нельзя бросать, их надо развивать, иначе они бросят нас и уедут. Да, для меня это стало убедителем, вот эта команда, которая сейчас работает, над мюзиклом, она убедительна для меня очень. И мы сделали этот продюсерский центр с разными целями. И сольно работаем с детьми, и клипы будем снимать, ну вот когда закончим мюзикл, и обучение, просто шлифовка речи, если кто-то хочет себя подтянуть в этом направлении или в мастерстве. И создание геллс-бенда или бойс-бенда у нас уже нарисовалось в процессе работы над конкретными этими детьми. У нас дети уже выигрывают в конкурсе, вот привезли награду из Гонконга как раз в процессе репетиции, да, Настя Пряникова. И в наших планах работы это и продвижение их на те конкурсы, но самая главная задача, чтобы они остались здесь, чтобы наш золотой запас обогатил нас. И это была давняя история, просто мы раньше занимались этим как благотворительность. Ну помочь там деткам, помочь здесь деткам, эту детку поставить на большую сцену, потому что сложно понять тому, кто не поющий, не танцующий, кому не даден этот дар, извините за тавтологию, что означает для творческого человека получить красивую, большую профессиональную сцену, особенно для ребенка. Это может стимул на всю жизнь потом, этот восторг, который он поглощает, да, от огромной профессиональной сцены, от публики, от аудитории, от достойного обрамления, это важно. И мы этим всегда занимались как-то в рознице, сейчас стали заниматься централизованно, а потом, когда я послушала, буквально вот недавно было обращение президента Российской Федерации, да, Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию, до кома в горле вот этот фрагмент, когда он говорит, талантливые дети, их надо искать, их надо вычленять, их нужно обучать не все вместе, а по профильным направлениям, да, инженеров к инженерам, певцов к певцам, разрабатывать программы, и это мы поняли, что мы своевременно поймали эту волну, да, ну, не то, что он сказал, мы побежали, мы чуть-чуть раньше сделали, да, что мы, видимо, своевременно что-то такое уловили в обществе, потому что на них большая надежда, а краю это надо, мы же везде говорим, кадры удерживать, кадры привлекать, вот, создайте творческую среду, я уж не привожу, не буду заумничать, там, Ричард Флорида и другие экономисты, которые напрямую формулы дают, взаимосвязи, математические формулы, связи развития креативной среды, территории и ее макроэкономических показателей, это корреляция прямая, я читаю об этом очень много, нужно, когда у нас отмахиваются, что это культура, вот это творчество, танцульки, это не танцульки, это среда, которая питает инновационное мышление, это среда, которая питает общество, которая толкает его наверх по макроэкономическим показателям, и вот это очень большой проект еще по значению еще с этой точки зрения, наша задача, чтобы они здесь остались, и мы им готовы дать большую сцену, дать профессиональное зрелище, потому что, ну, вы понимаете, чего стоит мультимедийное оформление сцены, сам зал, шикарный в центре города, 12 представлений, костюмы на 40 человек, мы все отшиваем, у нас, они мира, ну, у нас должен быть живой змей-горыныч, ну, как бы двигающийся, да, с которым уже сломали голову за полгода, как его на такую небольшую сцену вместить, да, и чтобы оно еще там все дымило и огнем плевалось, а огнем-то нельзя в зале плеваться, пожарная безопасность, ну, и так далее, я шучу сейчас, но это огромная работа, чтобы это был мюзикл, действительно, я для себя называю кремлевская елка по уровню нашего подхода, чтобы человек зашел в зал, рот открыл, и по-хорошему не закрывал его до конца, а еще, чтобы его царапнуло в какой-то момент, а еще, чтобы он задумался над теми вещами, над которыми думаем мы, каким быть-то нашему миру, они сейчас решают, до них еще можно достучаться, до малышней, понимаете, но чтобы он при этом не под соусом, нуднятины какой-то, там, морализаторство, упаси, Господи, весело, шутки, прибаутки, уже на пресс-конференции говорила, хохочем на репетициях, текст смешной, играют смешно, весело, мы будем развлекать нашего зрителя, но развлекать так, чтобы он еще подумать успел. А вот не получится так, что вот сохранять кадры, а не получится так, что это станет наоборот такой стартовой площадкой, чтобы они быстрее отсюда уехали, потому что, ну, как ни крути, все-таки потолок у нас в Владивостоке, в Приморсском крае, гораздо ниже, чем в той же, там, ну, в Москве, да, или там в Санкт-Петербурге, потолок именно собственного какого-то развития. Не получится так, что вы станете такой кузницей кадров, но не для... Да, туда. Туда? На экспорт, грубо говоря. Мы оптимисты. Жизнь уже показала, что неисправимые оптимисты. Для нашего возраста уже такими быть нельзя, но давайте анализировать процессы по-честному. Почему там, в центре, в центрах, больше перспектива? Потому что там возможность большего заработка этим ремеслом, да, а не частным извозом, а танцевать хобби, да, потому что там ты можешь получить а творческому человеку это надо пиар, да, позиционирование себя как артиста. Потому что там хорошие площадки, там шикарные концерты, которые смотрит зритель. Артисту нужен зритель, чтобы это его как-то кормило и чтобы он чувствовал себя ну, звездой как-то приковано внимания, да, то есть, ну, медийная сторона. Так вот, если мы это создадим все здесь, ну, извините, я не фанат Америки, я сейчас буду апеллировать к тому, примеру, не потому что я привожу его в пример, просто как ссылка, но не в Вашингтоне же в Америке, а в Лос-Анджелесе эта индустрия, а есть еще Лас-Вегас, который живет своей жизнью, и там зарабатываются миллионы, миллиарды на шоу-бизи. Там лучшие артисты, там вот недавно выступала Бритни Спирс, туда за честь считают приехать все, это какая-то заброшенная была пустыня. То есть, давайте создавать здесь эту среду. Это вот, в том-то и дело, что внешне это все выглядит, и оно и является таковым, наша затея, как развлекательный, красивый, очень такой глянцевый, веселый, красочный жанр, развлекушка. А по сути, мы ставим все такие задачи, и эта тема является, о чем я сейчас скажу, созданием вот этой среды. Кто-то должен этим заниматься. И меня очень радует в этом плане, знаете что? Что тоже, видимо, верный исторический момент. Раскачать это 10 лет назад было невозможно. А сейчас приходит внимание, да, вот этой туристической привлекательности, которая очень нужна на краю. На что приедет турист? Я упрощаю, это комплексная очень история, да, и как у нас инфраструктура, и дороги, и цены на билеты, и пиар края продвижения. Но сейчас эта работа ведется, я могу сказать, мы тоже в нее включены, ну, по другим направлениям, по нашим, да, по основной деятельности. Но я-то прекрасно понимаю, это даже не предположение мое, это статистика туризма, я тоже с этим интересуюсь. Турист едет за впечатлениями. И впечатление от культуры, оно стоит на втором месте после кухни. Ну, давайте ваять этот продукт. То есть сегодня мы можем, и эта лыка будет в строку. А если еще сделать кулинарный, значит, мюзикл, значит, вы поводите вообще... Во все точки болевые. Кулинарный мюзикл, Илья, сейчас подали нам гениальную идею. Следующий мюзикл будет кулинарный. Про профессионализм в воспитании детей, творческих детей, я очень хочу спросить. Потому что, да, сказали, чтобы не хотелось бы, чтобы это было прям самодеятельностью, самодеятельностью такой. Да, чтобы это было все-таки на профессиональном уровне. Ну, насколько можно говорить, там, да, четырехлетнего ребенка, чтобы... Ну, там не только четырехлетний, там шикарные десятилетки, четырнадцатилетки, там семнадцать у нас есть. Вообще у нас с этим есть проблема, да, именно с каким-то современным подходом к воспитанию творческих детей. Ну, вот конкретно у нас нет, мы собрали всех лучших. Да, ну... Самых прогрессивных. Ну, вот пришло 140, все равно 60 пришлось, да, отставить на второй план, грубо говоря. Я бы сказала, даже не так. Даже те 140, которые пришли, они все очень одарены, все где-то занимаются, у них есть и Божья искра, и где-то наработка, и дисциплина. Нельзя сказать так, что мы сказали, вот так, вы стойте, а вы проходите, да. Нами было сделано, вычленено две категории, тех, кому мы гарантируем попадание уже в этот мюзикл, вот в декабрьский, просто в силу того, что у них достаточно навыков, не талантов, а навыков. Вторым мы честно сказали, вы попадаете, но только к июньскому, потому что мы подставляться детей не выпустим, мы в этом смысле очень честны. И мы с родителями так и поговорили, одарены, они все колоссальны. Но у этих, допустим, тех же речевых или тех же двигательных своих навыков достаточно, чтобы все это просто собрать в единый ансамбль. У других надо больше работать над навыками, просто, допустим, говорения или танцевания. Он поет хорошо, но он не умеет говорить на сцене, это тяжелое искусство. Мы сказали об этом, кто-то, учитывая, что конец учебного года, сказал, мы тогда и придем в феврале к вам на второй заход, посмотрим, как получится. Поэтому мы не делили так, у нас не пришло ни одного бездарного ребенка. Но я вообще подозреваю, что бездарных детей не бывает. Бывают испорченные комплексами, воспитанием. Ну вот, и опять же, я вернусь к вопросу. Про воспитание творческих именно детей. Особенно. Как вот, да, вот, как сказал президент, когда нужно вычленять, смотреть и отдельно с ними работать. Профилировать, да. А здесь у нас, как это сделать в Приморском крае, потому что, ну, очень часто и очень много, да, что есть, ну, действительно, там какие-то самородки. Да. Ну, вот они в своей каше варятся в такой, да, и, собственно, после школы, там, и идут работать, и все. А мы опять возвращаемся к тому, о чем мы немножко раньше с вами сказали. Нет среды, которая бы давала самореализоваться с достойной зарплатой, достойно по статусу, да, и творчески хорошо. Вот мы ее сейчас создаем. Мы почему сделали общий кастинг, да? Потому что дать всем возможность, кто хочет, вычленить вот этот звездный какой-то состав. Я уверена, что после этого мюзикла интерес будет еще выше, хотя он и сейчас уже колоссально высок, и что пойдут еще дети, и у нас будут еще разные формы работы. Может быть, у нас будут чисто драматические спектакли, потому что отталкиваться творчество, здесь разнарядка-то не работает, здесь ты смотришь материал, который пришел, и его вылепливаешь профессионально. То есть, это все нужно, чтобы они вот не затухали, не блекли, а дальше шли на профессиональный взрослый уровень. Здесь есть почва для работы, мы пытаемся сейчас это всерьез вот раскачать, эту историю. Пытаемся. Ну, все-таки, работу продюсерского центра все-таки только лишь на Владивосток пока, либо уже, в принципе, можно говорить о том, что на Приморский край весь вы смотрите. Так, у нас детки из Фокина ездят три раза в неделю, нормально, из Фокина, из Большого Камня ездят дети три раза в неделю на репетицию с родителями. Понимаете, у нас Уссурийск, у нас Артем, мы работаем на край. Единственная помеха, мы бы могли гастролировать по краю, но 40 детей от 4 лет это юридически практически невозможно. То есть, такую ответственность лично я на себя не возьму, но, Илья, вы понимаете, о чем речь, да, там, это же безопасность, это есть спать, это дорога. Мы пытаемся сейчас пригласить край к нам это все посмотреть. Мы делаем время начала представлений 12 часов, чтобы мог к нам приехать и находка, и Уссурийск, рекланируемся и там, и там, чтобы люди могли это увидеть, подпитаться этим, потому что это же питающая очень вещь. Это же не просто развлекуха покасательная, ты посмотрел, ушел и забыл, ты подпитался, и тебя это раз и куда-то стимулинуло дальше. Вот мы зовем пока к себе. Хотя у нас уже есть предложение было поехать в находку сделать спектакль, но мы пока отказываемся. Ну, история очень вот это вопрос безопасности дорожной, мы волнуемся пока. Но к нам едьте все на край, работаем на край. Сколько репетиций в день проходит? Ну, меньше трех часов мы не работаем никогда, три с половиной минимум. А с 20-го у нас начинаются прогоны, у нас расписано время с 10 часов утра до 22 часов вечера. По-честному, все, как у больших. Вот, как я понимаю, еще хочется, да, переломить такую тенденцию, переломить такой взгляд местных, по крайней мере, жителей на том, что все, что делается на местном уровне, это все-таки местный уровень и так далее, местечковый даже, я бы сказал, а все, что привозится, ну, там, из Москвы, грубо говоря, да, из-за рубежа, что это уже априори выше класса. Да, хочется переломить. Очень сильно этот стереотип переломило, я, вы знаете, не критикую своих коллег, единственное, о чем я скажу, это вот это, об этой эфире века, о шоу танцующих фонтанов. Ну, вот вам гастролеры. Профессиональнейшая рекламная компания, просто, так расписано все, что мы увидели, плевок в лицо региональному жителю. Нас просто посчитали за хлам, зашла к нам, показали второсортный развод. И люди понимают, что не все, что ты назовешь золотом, золотом является. И я еще раз подчеркну, я с таким восторгом отношусь к тем конкурсам, которые вот последние годы проводятся на центральном телевидении, которые привлекают внимание к развитию своего таланта. Это спасение нашей страны. Началось там «Звезды на льду», «Танцы со звездами», потом пришли вот эти вокальные, «Голос», главная сцена. Это невозможно переоценить, потому что нам не просто показывают красивые номера, нам показывают, какой ценой они достигаются. Те, кто в жюри сидит, и наставники, они разбирают, почему этот номер хороший или плох. Это подспудно так, это колоссальное развитие грамотного зрителя. Во-первых, это зрителя обогащает, он начинает понимать, что чего стоит, потому что сегодня время потребления, мы привыкли, а, супергаджет, с телефона включил дома обогрев, и ты уже воспринимаешь через два дня это как должное. Это колоссальный прорыв человеческой мысли, и мы такие вещи просто, извините за грубость, хаваем, извините, без благодарности, без понимания, иногда остаемся на уровне просто потребителя. А когда ты понимаешь, какой ценой это дается, когда ты внутренне напрягаешь эти связки, когда поет тот, который тебе нравится, конкурсант, ты с ним проживаешь эти миги, это очень обогащает, это, во-первых, я уверена, питает те высокие энергии, которые нас, каждого заставляют что-то пойти и сделать. Не важно, повар ты, столер ты, работаешь ли ты в информационном агентстве или там шоу делаешь, или неважно, инноватор какие-то, изобретаешь химические формулы, работа это один, центр в мозгу, создание нового продукта. Ну, я говорю сейчас не терминами физиологии мозга, но мне этот механизм очень знакомый, я долго очень изучала, что такой стереотип, центр торможения, ошибочных каких-то версий в мозгу, который нам не дает делать новые вещи, а есть определенная функция, которая дает не бояться сделать ошибку, и только тогда возникает новое. Вот эти какие-то программы, они просто спасибо, господи, спасибо тем руководителям страны, которые этот акцент сделали, они очень помогают. И плюс второй этап был, когда стали региональных артистов, приглашать туда, чтобы зачастую зрителю нужно, как бы все побежали, я побежал, все признали, я признал. И вот эта вот фабрика имен только столичных, она несколько несправедлива, потому что половина из них из этих столичных, они все из матушки России приехали. И вот эти проекты телевизионные, они помогают нам увидеть наших артистов реальными звездами. Как бы человек получает подтверждение официальное, всероссийское, что ты талантлив и даже гениален, если ты дошел туда, стал лауреатом. Но это факт, это все видят. И это очень хорошо, потому что эти люди приезжают сюда, и мы уже относимся к ним массово. Мы, как к чему-то значимому, к какому-то арт-событию, они могут вытянуть за собой вот это, ну, наше мышление таковое, нам надо ярлык приляпать. Вот это хорошие, правильные ярлыки, что региональные ваши люди, они звездные, потому что они реально звездные. И из этого уже, а мы, прочтя этот посыл, готовы его подхватывать здесь, на региональном уровне, да, и развивать это дальше. Ну что, ну вот приехала звезда, ну победила Алана в чате, да, и что? А дальше давайте, давайте, они готовы питать своей энергией, а зритель должен прийти и увидеть, что это действительно гениально, испытать свой катарсис, и, наконец, почувствовать, что наше тоже все хорошо здесь. И не надо уезжать отсюда. Как сделать так, потому что все-таки это дети, они же дети. Да. Как сделать так, чтобы не поломать их, да, и, грубо говоря, не дать им ложную надежду, например, на то, что у них все получится в творческой карьере, да, не дать им ложную надежду, что он суперзвезда, а он не является, может быть, таким по собственному какому-то характеру и складу, да, а как их не зазнать, чтобы они не зазнались, чтобы не вышли они после 8 января, и в школе на бой двери. Двери на бой, да. Как вот тут сделать так, чтобы они оставались вменяемыми детьми, просто с хорошим жизненным опытом, да, и с хорошим развитием, правильным развитием своих талантов. Да, это очень актуальный вопрос, но ответ гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Дети, это взрослые, они понимают все по-честному, ты можешь просто лексику чуть попроще выбирать, это так же, как и в воспитании, надо говорить, зевотик бобо, вот так он у тебя и вырастет, зевотик бобо, ты хочешь землю, ты съешь, там живут бактерии, смотри, видишь на картинке, они будут у тебя в животе, будут у тебя болеть, все, и не надо уже даже второй раз говорить, и та же история с творчеством, надо рассказывать все как есть, надо самому быть негнилым человеком, вот это ключевое понятие, потому что, если у вас там подводные камни, какие-то там скандалы, интриги, расследования, они впитают это как промокашка, если у тебя здоровый коллектив и здоровые установки, ты им просто сообщай каждый раз, мы с ним вообще не фильтруем наши какие-то вводные, мы работаем как со взрослыми артистами, мы объясняем психофизику, мы объясняем отношения в коллективе, мы объясняем, почему конкуренцию мы будем выгонять, единственное за что, это за гниль в коллективе, за подставы, за какие-то там склоки, кто против кого, за это единственное за что мы будем выгонять, и мы это объясняем очень четко, почему. Дети видят, если мы сидят два состава, один состав играет, если мы разбираем этот состав, они видят, что это правда, то есть они понимают, почему это так, мы все говорим как есть, про настройку своего инструмента, про ответственность, которая у тебя за это есть, то есть просто надо с ними об этом говорить. Это кажется, что нужна какая-то особенная подача. Нет, они все понимают. Дети сейчас потрясающие. Вот правда. Они внутрихочут, маленькие взрослые. Да, он может заплакать. Отчего мне рай? Почему? Меня сегодня переставили во вторую линию. Вот вы снимали, я девочку переставила. Я говорю, потому что ты сегодня запиналась. Ну и почему? Потому что ты сегодня запиналась. В первой линии стоит тот, кто не запинается. Но есть и другая сторона вопроса. А сзади тебя стоит третья линия, которая просто выше тебя ростом, а танцует блестяще. И за тот момент, что мы разбираем этот фрагмент, девочка много и в жизни поймет. Все, у ребенка нет вопросов. А четырехлетняя может не пойти на занятия, пока не возьмет с собой своего зайку. Ну пускай она будет танцевать с зайкой все время. Но тем не менее она будет танцевать шикарно. Вот здесь они понимают все. Главное, чтобы ты понимал, как оно есть. И по-честному с ними работал. Ну так, по-честному, то нужна и жесткость какая-то. Да, она есть? Да, она есть. Но жесткость это не злобность. Жесткость это, если ты заявил какие-то правила, опять же, как в воспитании. Ты, во-первых, сам по ним лидер, идеал. А это сейчас с тобой никто не пойдет. Ты безупречен по твоим правилам. Но они неизменны для всех, потому что они на пользу дела. И вот если вот эта тройная цепочка у ребенка в голове очевидна, вопросов не возникает. То есть нам где-то, может быть, голос повысить пришлось на первых там нескольких репетициях, пока они просто ну разборочат они, они не в коллективе еще такие пока рассеянные. А сейчас они, во-первых, по делу сосредоточены сами на том, чтобы сыграть хорошо. Они видят друг друга. Они видят, что такое хорошо, что такое плохо. Им даже не надо говорить. Все. Это правда. Она наглядна. И по сути мы уже какие-то жесткие вещи в плане там ну собрать дисциплинарно, где-то повысить голос, мы их в принципе не используем. Жесткость только в том, что правила для всех едины. Пока ты не сделаешь так, как нужно, ты не уйдешь. Но это уже не борьба. И она не была борьбой. Он сам в этом заинтересован. Он говорит, он говорит что-то, а потом говорит, да, я правильно сейчас сказал. Все. И уже вопросов никаких нет. Это жесткость, которая внутри него воспринимается как помощь. А оно так и есть. У нас нет других целей, чтобы было хорошо. А любимчики есть? Нет. Нет. Ко всем одинаково. Абсолютно. Более того, мы уже наблюдаем динамику. На первых репетициях пришли. Есть люди, очевидно, гениальные, да. И вот он сегодня начал играть. И ты думаешь, боже, такое бывает в 10 лет. Ты думаешь, так играть? Я уже говорила на пресс-конференции, Макалей Калки нервно курит в сторонке. Второй состав, третий набираем. Думаем, не знаем. Честно говорим детям и мамам, если ты не подтянешь то-то и то-то, не сможешь выйти на сцену. Но ребенок понимает, что от него хочу, да? Через две недели я прихожу уже, первый состав паблек, а первый и второй не потому, что основной, запасной, а просто номер один, номер два, номер три. Они сегодня играют в таком порядке. Но ты уже видишь, эти заиграли лучше, потому что она дома, значит, у нее пошло там это когтями по паркету. Как это? Она же слышит, что она не выговаривает текст или торопится. Она же видит, что у нее ноги врут, когда она стоит в сцене нервной, там, маме врет по телефону. А стоит вот такая, и она это сняла на телефон, и она это видит. Завтра она приходит, она играет, как Фаина Раневская, просто приносит какие-то свои образы, краски, хотя ты даже еще не задавал. Уже какие-то манерки, какие-то... Ну, то есть, не может быть любимчика, потому что они все разные, они как вода. Она не бывает, да, два раза в одну реку, они разные каждый день. На каждого смотришь и умиляешься просто. Но в то же время я их уже не воспринимаю, как детей. Вот, когда они работают, они абсолютно взрослые, взрослые. Не знаю, как это ударение. Спрошу у наших речевиков. И про вопрос хотелось спросить такой общий, может быть, ну, касающийся не совсем напрямую, да, музыку, а вообще о роли культурных каких-то событий, желательно нашего местного месторождения в развитии туристической привлекательности региона. Вот, насколько это трудозатратно, насколько это финансово затратно, потому что все-таки сделать некую индустрию гостеприимства именно в плане шоу-бизнеса, да, все-таки к этому нужно подходить правильно, много об этом думать и много денег на это давать. Системно, масштабно подходить. Абсолютно правильно, да. Вот как здесь идет работа, да, и если идет, то как она идет, если не идет, то как хотелось бы, чтобы это было, да. И как вообще здесь, ну, найти людей, которые бы и потрудились и сделали все это, и тех инвесторов, которые бы дали, на что это все делать. Ну, вопроса три. Как идет, как найти людей, которые будут делать, и как найти инвесторов? По первому вопросу, самое главное, что работа идет, и это очевидно. Последние три года разрозненные меры по какой-то повышению туристической привлекательности, каждый в своем гнезде, они, наконец, объединились в одну историю. Туристко-информационный центр Приморского края создан при администрации, куда аккумулируются и культурные проекты, и какие-то создания сайта единого, да, и какие-то рекламные меры на внешний рынок и другие, ну, какие-то проекты интересные, то есть комплекс мероприятий, живших до этого в отрыве друг от друга, наконец, аккумулирован в одном месте, и работа идет. Первый год шла медленнее, сейчас серьезнее, уже мы все пересеклись, уже мы все, ну, тоже в этом участвуем, уже как-то интегрируемся взаимно. Правильные ориентиры, если говорить о крупном бизнесе, вот недооценивается значимость именно культурной составляющей, вот этой вот развлекательно-событий, или назовите как угодно, по сути, это культура. Культурка ли, культура ли, да, это все равно она, уже это второе место в той мотивации туриста, которая есть сейчас. Первое, это, ну, кухня и так далее, да, то есть мы едем за колоритом страны, а что в колорите? Культура — это все, как одеты, как идем, какие дома, что поем, что танцуем, как выглядим, да, что говорим, какие ритуалы, куда сходить, чтобы посмотреть, да. И это необходимо развивать системнее, еще системнее, но нужно смириться с тем, что это не серьезная сфера, это серьезная сфера. А нужно приносить большие деньги, смотрите Лас-Вегас, смотрите карнавалы, море, чего этих вот вещей приносит, да, большие деньги, но туда надо вложить. Но отдача у этой сферы не такая прямая, понятная, как у нефти, как у леса, как у судоремонтного завода, или там рыбоперерабатывающего комплекса, или у казино игровой зоны, да, там, понятно, прямой поток, здесь нет. Это особо капиталоемкая сфера, но при грамотной подходе она может приносить хорошие деньги. Но совершенно очевидно, что без это, вот без приведения ее на соответствующий уровень, да, как-то уплотнение, выделение главных вещей именно для туристической привлекательности, которые станут локомотивом, драйвером, всего остального, без этого мы не повысим эту привлекательность. Это вот лицо края, лицо края, это то, чем, кстати, завтра вот на круглом столе, вовгость будет круглый стол по этим вопросам. Я, видимо, выступлю опять с докладом, единый культурный ландшафт Приморья, как очень важный брендообразующий фактор для нас. Это все понимают, культура сейчас объединяется, делают какие-то кросс-туристические маршруты. Это, понятно, первые ласточки, работы, поле не паханое, но она идет, по-честному идет, вот по-честному идет. Бизнесмены не всегда понимают привлекательность инвестиций. Мы не живем в вакууме, культура не живет в вакууме, она живет во всей системе экономической нашей страны. Сложная ситуация сейчас, да, сейчас особо-то не вкладывает никто никуда, вообще непонятно, что будет. И до этого в культуру вкладывая, человек считает, что он просто помеценатствовал, подарил денег и никогда не вернет. И в большинстве случаев так и есть. Большой театр, какой попечительский совет? Там Ариинка, попечительский совет, Ласкала, во всем мире так. Живут на деньги попечителей, богатых людей, мэры городов, там, руководители областей, крупнейшие предприятия, банки. Но культура высших достижений, так же, как и спорт, она, ну так вот, вот так. Но это надо, это надо. К вопросу второму, где взять людей, их надо не отпихивать, просто они есть. Не надо их отпихивать, выпустите всех, не только своих. Пустите, и все будет хорошо. Знаете, сколько у нас людей, которые могут что-то делать, энтузиасты не в плане того, что он лепит, что попало, а в плане того, что он пока на энтузиазме делает классные вещи, а ему еще денег за это дай, тогда же вообще будет мировой уровень. Ну, про инвесторов уже сказала, не торопятся вкладывать, не торопятся вкладывать. Даже в спорт людям понятнее, уже мы приучили. А не торопятся вкладывать все-таки, да, но уточнение по уровень не тот, чтобы было куда вкладывать. Для многих инвесторов это важно. Я вложу деньги либо в какую-то там залепуху, да, как мне понятно. Да, и уровень пока не тот. И понимание значимости культурной сферы для всей жизни может быть не такое очевидное. Мне тогда хочется задать вопрос, а почему тогда фабрика грез приносит бешеные деньги, а почему в любой стране нужен театр, и почему все богатые люди, мы, если я для себя делала такое исследование, меценаты российские, да, я для себя открыла, что вообще ни одного известного университета, музея, театра не открыты без учета, без использования меценатских средств. Почему тогда они это делают? Почему тогда это делают? Потому что любой человек, который мыслит не купечески, обывательски, а который мыслит государственно, он понимает, что у нас, у каждого человека есть огромная ниша душевных каких-то потребностей, эмоциональных, духовных, извините меня за высокопарные вещи, которую она требует заполнения. И ты ее заполнишь, либо ты, твое государство, и заполнишь правильно, на благо человека и государства, правильными вещами, или заполнит твой стратегический партнер, как мы их корректно называем. Я восхищаюсь нашими политиками высокого уровня, тех людей, которые являются нашими врагами, называют наши партнеры. Вот эти партнеры, они готовы нас таким шлаком заполнить, как было в 90-е годы, да? Пожалуйста. Но это пространство у человека, оно есть. Оно не такое понятное, как у меня есть голова, я ее в нее кушаю, да? Но оно живопието, оно потребляет, мы потребляем колоссальное количество культурного продукта все время. Все, что мы читаем, все, что мы видим, все, что мы смотрим, осмотрим и постоянно. Мы же друг на друга уже перестали смотреть. Мы постоянно осмотрим. И либо государство этим занимается правильно, наполняет правильными произведениями, да? Ну, я не говорю там жесткая цензура, вы поймите, да, что я слово правильное, я говорю здоровое, красивое, и оно вкладывает в эту сферу, и оно возвращается своим гражданам правильным гармоничным наполнением, когда ты пропитан хорошими, красивыми вещами, еще и гордостью за свою родину. Это всегда культура, она с идеологией граничит. Либо туда напихает всякого шлака, другая сторона. И это можно понимать, можно не понимать. Бизнесу не до этого. Я сама тоже бизнесмен, помимо всего прочего, я занимаюсь культурой, но у меня же частная история, две компании своих. Я зарабатываю деньги услугами. Я прекрасно понимаю, что ты вкладываешь деньги, тебе надо понять, что тебе вернется и когда. С культурой не совсем так. Наверное, это место для инвестиций для людей высшего порядка. Государственного взгляда на вопрос, масштабного. Но мне очень приятно, что, опять же, подчеркну, Владимир Владимирович Путин в своем послании Федерального собрания отдельно остановился на талантливых детях. И тогда уже голоса тех спонсоров, к которым я, допустим, обращалась, они сказали, танцульки, да мы ли лучше тебе дай шуку себе купи. Они уже выглядят неправильно, эти слова. И человек, может быть, вспомнит их, что это мы не дурачки, что мы говорим, ребята, вложите в талантливых детей, это будущее наше, ну что ж, елки-то палки. Понимаете? Это люди, которые либо обожают свою жизнь просто, потому что она у них интересная, красивая, они имеют возможность выражать свой талант. А человек, когда дан талант, он просится все время наружу. Если ты его не выражаешь, ты как компрочекос, да, как в человеке, который смеется, произведение, да, компрочекос эти дети, которых в вазы уродливые сажали, они изгибали. Но это я не для вас, я рассказываю, а может быть, для какой-то юной части аудитории, которая не читала ГИМО, да. И потом сосуд разбивали, и получался урод на продажу, да. Вот когда творческий человек не выражает в достойной подаче, да, в хороших залах с хорошими педагогами на хорошую аудиторию свой талант, это становится его проклятием, становится компрочекосом, я скажу. А если талантливые дети, неважно, чем они занимаются, строят ли авиамодели, да, или он кружок юный инженер, или он танцует, или он поет, или он там шьет одежду, но это всегда дети, привыкшие с детства работать в дисциплине, но в дисциплине, в кайф. Это идеальные граждане, вы поймите. У них нет вопроса, ах, я не реализован. Ну, с детства реализован, у него отстроена с детства эта цепочка усилия, отложенный результат, огромный кайф. Кайф от достижения прекрасного удовольствия своим усилием, это же самая кайфовая цепочка. И тогда не возникает вопросов о других стимуляторах и так далее, да. Тогда не возникает вопрос о несоциализированной деятельности. Они же не бывают несоциализированными. Вот это, а государству раз таки не нужны. Но я пока убеждаюсь, что вкладывают в культуру только бизнесмены высшего порядка, в плане каком, не денежном, только лишь, ты за 100 рублей принеси, хорошо, а ментально высшего порядка, которые понимают эти вещи, о которых мы говорим, что ты сегодня лепишь, ты можешь излепить, слепить, чуть-чуть внести свой вклад в лепку, каким будет завтра твоя страна. Это будет страна, извините, грубо, моральных уродов, да, или страна счастливых, талантливых людей. Все, все. Но это не каждый понимает. Люди, которые находятся на уровне купеческой идеологии, они нет, не понимают. Но я за это не осуждаю. Я никого сейчас не осуждаю, нет. Просто вот говорю свое мнение. Взрослый мюзикл будет? А это взрослый. Ну, я имею в виду... Восемнадцать плюс, я имею в виду, вот так. А, восемнадцать плюс, Илюша? Да, по возрасту. Восемнадцать плюс, это сильно. Ну, посмотрим. У меня, знаете, какое есть уже впечатление? Много, грубо говоря, невостребованных, но вот именно вот в таком плане, большой сцены, да, талантливых взрослых, которые поют там в ресторане, там поют где-то еще, поют просто для себя, там в душе. Поют в ресторане, да. Понимаете. Просятся, уже сейчас говорят, Юля, возьми нас, ты чего нас не взяла? Ну, у меня много любимых артистов есть, гениальных тоже, да, такой прям, ну, европейский стал. Почему-то нас не взяла, я говорю, ребята, только по одной причине. Все это высокие материи, но у меня есть рентабельность. Если я возьму еще вас, я мало того, чтобы на ленивый, но я же не говорю о каких-то скромных заработках, а мы как бы, ну, задолжаем, да, в следующий раз. То есть люди уже просятся, и более того, в саму школу вот эту нашу, нашего прадеджерского центра уже просятся взрослые. Потому что все видят, какого уровня люди у нас преподают мастерство и речь. Что это не в каком-то заброшенном подвале или в том помещении, к сожалению, куда переехали в последнее время все детские клубы. Это шикарное место, напоенное вибрациями культуры многие десятилетия. Это филармония, это вот эти вибрации, которые вокруг, это ты проходишь, там тебе ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды, флейта какая-то, да. А это важно. Это сразу хоп, настроечка. И уже взрослые люди просятся. У меня ощущение, что мы не избежим вот этой взрослой истории. В общем, смотрите вторую серию. До встречи в следующей серии. Спасибо большое. Будем следить за всеми составами, за всеми представлениями. Приглашаем вас. Будем отслеживать, да. Спасибо большое, что делаете. Желаем, чтобы все у вас получилось. Спасибо вам за поддержку, она нам колоссально важна. У нас в гостях была Юлия Барханова, режиссер, продюсер мюзикла «Корпорация волшебников», который, напоминаю, пройдет с 26 декабря по 8 января 2016 года на сцене филармонии. Несколько представлений в день, да? Ну, несколько по одному, не каждый. Не каждый день. В общем, приходите, смотрите, смотрите на наших талантливых детей. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова